Добрый вечер на канале Бук-ТВ. Большие итоговые новости. В студии Анастасия Милишкевич. Неделя позади и самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Расширение сотрудничества и определение новых точек роста. В Бресте с официальным визитом находилась делегация Иркутской области во главе с вице-губернатором Анатолием Прокопьевым. Прямая телефонная линия как маркер городских проблем. Председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский провел субботний интерактив с жителями города. Ноу-хау от Брестского чулочного комбината. День легкой промышленности предприятия встречает хорошими показателями работы и открытием сотого фирменного магазина. В эфире итоги недели. Мы начинаем. В Беларуси с рабочим визитом в рамках международной специализированной выставки «Белагра-2023» находится делегация Иркутской области, в составе которой представители аграрной отрасли. С Брещиной у Иркутска налажены довольно хорошие партнерские отношения, а потому визит в наш регион был запланирован изначально. Встреча прошла в многофункциональном центре. Председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко встретился с представителями делегации во главе с вице-губернатором Иркутской области Анатолием Прокопьевым. Тон встречи задал Юрий Шулейко, определив сотрудничество между регионами плодотворным, но требующим более тесных контактов. В Брестской области наработан большой опыт в развитии аграрной отрасли. Есть чем поделиться и что предложить. Но лучше один раз увидеть, а потому большую часть времени россияне находились на предприятиях сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности. Все подробности прямо сейчас. Делегация Иркутской области Российской Федерации во главе с вице-губернатором Анатолием Прокопьевым посетила Брест с рабочим визитом. В ее составе 15 человек – это руководители ведущих предприятий аграрной отрасли Иркутска. Первая встреча с руководителем Брестской области Юрием Шулейко и как ориентир, чем живет область, социально-экономические направления ее развития. Губернатор подчеркнул, что регион сегодня занимает третье место по объему экспорта в республике. Также в лидерах по уровню волового регионального продукта и качеству промышленного производства. Вы посмотрели Минск, посмотрели нашу выставку, наверное, посмотрели, где мы живем, как мы живем, кто не был в этих краях. Наверное, понятно, что мы люди трудолюбивые абсолютно, чистоплюю во многих вещах непосредственно. Вы видели наш город в том числе, вы видели дороги. Мы больше всех доим. И по валу, да, мы обошли Минскую область сегодня и по надою, но опять Гродненская область сегодня один и один выскочил учет у них 110%. Свой учет, да. Но с учетом того, что мы сегодня имеем 295 тысяч коров, это второй показатель. Мы доим на 150 тонн по валу больше. Но мы с ним на 2,5 литра до у нас этот самый удой выше непосредственно. В этом году мы перейдем 7 тысяч. Уже фактически мы видим, что этот рубеж преодолен непосредственно. Ну, в основе лежит это животноводство, молоко, крупнорогатый скот, свинина. Мы располагаем, так сказать, мы являемся сегодня третьим экспортером продовольствия страны. То есть, ну, мясо, молоко, это на чем мы специализируемся, хотя в то же время промышленность, да, мы там с Гродненской областью рядом с Витебской, где промышленность, это самое, ну, как бы больше развитая, к примеру, мы занимаем в среднем всегда где-то четвертое место по промышленному производству. По уровню, там, ВРП и так далее, индекса физического, мы всегда в лидирующих позициях пока, да, потому что много чего влияет. Там кто-то заводы, станции запускаются атомные, происходит передел по некоторым секциям и так далее. От слов к делу, практическая составляющая визита – посещение ведущих предприятий, перерабатывающей промышленности региона. Одно из первых – Брестский мясокомбинат, заинтересовало производителей мясоперерабатывающей промышленности российского региона. В центре внимания делегаций был не только ассортимент выпускаемой продукции и популярные белорусские бренды предприятия – Брестский мясокомбинат, но и оборудование, позволяющее динамично развиваться этому производству. Есть такая поговорка «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Поэтому практическое посещение непосредственно и предприятий, практический осмотр тех же техники – это уже подталкивает к тому, что завязываются практические связи по поставкам. Мы сегодня посещаем мясокомбинат, то, что связано с мясопереработкой. И еще раз подчеркиваю, мы как раз здесь, наш усульский мясокомбинокомплекс, директор находится здесь. Как раз-таки речь идет о практическом взаимодействии. Я считаю, что это такой элемент. Если первое направление – это направление перерабатывающего комплекса, то второе – это производство и выпуск сельхозтехники. И одно из таких предприятий – это открытое акционерное общество Брестский электромеханический завод. Предприятие освоило выпуск современных посевных агрегатов и другой техники, востребованной в сельхозпредприятиях. Брестский электромеханический завод специализируется не только на производстве, но и на ремонте сельхозмашин, как отечественных, так и импортных. На сегодняшний день, в этом году, как раз освоена сейлка пунктирного высева. Кукуруза – 12-ридковая, 9,3 метра, ширина захвата. Поэтому, в принципе, она, наверное, и является, скажем так, на сегодняшний день нашим флагманом. Также мы производим обычные зерновые сейлки шириной захвата от 6 до 12 метров. Конкуренции практически нет, скажем так, потому что у них идет немножко другой сегмент. У них только 12-метровая сейлка лидер, а у нас еще есть и пассивные комплексы с предварительной подготовкой почвы. У нас еще есть почвообработка, грабли. Поэтому, в принципе, конкуренции особой мы не испытываем с их стороны. Межрегиональные связи и контакты Брещиной и Иркутской области будут развиваться и дальше. Есть заинтересованность обеих сторон. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии в Бресте проводятся уже давно, но вопросы у горожан были, есть и будут. Сегодня глава города Сергей Лободинский провел онлайн-линию с брещанами. За три часа субботнего интерактива до руководителя города дозвонились 27 человек. В большинстве своем вопросы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Благоустройство территории, капитальные ремонты, покосы. Но были и другие громко звучащие болевые темы и интересные предложения. Смотрите материал Ларисы Осмолович. Три часа ответов на проблемные вопросы – это своеобразный сложный экзамен для чиновника, тем более, что шаблонов для ответов нет. За время ПИК Сергей Лободинский принял 27 звонков и больше. Их часть касалась темы благоустройства и наведению порядка, что, как отметил руководитель города, на 99% совпадает с теми задачами, которые поставило перед собой руководство горосполкома. Есть определенные вопросы. Это, в первую очередь, то, что мы каждый день сталкиваемся. Это наши коммунальные службы. Это вопросы благоустройства, наведения порядка на дворовых территориях, завершения тех работ, которые были начаты. Сегодня они требуют пересмотра в части комплексных подходов. Если мы заходим с капитальным ремонтом, то сразу смотрим дворовую территорию, наведение порядка с мусором, правилами, так скажем, вывоза его, да, или, точнее, графиком вывоза, чтобы он не накапливался. Вот. И вопросы, наверное, транспорта, обеспечения, потому что сегодня мы перестаем новыми микрорайонами и требуют сегодня определенных, так скажем, корректив по вывозу из спальных микрорайонов, да, в центр города, либо на окраины. Поэтому вот эти основные вопросы сегодня и звучали. Как оказалось, брещане заинтересованы в том, чтобы в Бресте появилось больше спортивных площадок вблизи дворовых территорий. Тем более, что и места есть, но находятся в запущении. Помочь привести их в порядок просили жители микрорайона Лагуна и микрорайона Речица. Нам для наших ребят, для детей микрорайона Речица нет площадки, где заниматься спортом. То есть футбол, баскетбол. У нас, как бы, есть футбольное поле за общежитие Грецкого мотокомбината и бывшего призавода общежития. Но оно запущенное. То есть там хороший участок земли, где можно сделать площадку. Людям небезразлична территория, которые пустуют и можно привлечь или, так скажем, организовать под спортивные сооружения, под игровые площадки, где сами граждане инициативно проявляют интерес к тому, чтобы совместными силами навести порядок. А вот жильцы 13-го дома на Комсомольской обратились с просьбой помочь решить их проблему. Они просто не могут мирно сосуществовать с магазином «Репка». Правильнее сказать, не могут найти разрешение болевых вопросов с его администрацией. У нас расположено в один редко, в нашем доме. Соколь, этажа, соколь низкий, живые этажи первые. Машины в отбор подъезжают с постоянной разгрузкой. Это в течение всего дня. В отборе находятся эти склады. То есть это промзона. Центр города – это промзона. Здесь ездят эти бесконечные инфореволюционные каталки, тачки, водители, лишенные абсолютно всяческой культуры. Мады, перемады, подъезды перекрывают. Выпит подъездов невозможно. Кондиционеры работают практически на весь район. Недообразие, по-моему, шаряется никакой, никаких органов на это. Понял, Ольга, поручу. Поручу, мы посмотрим этот вопрос, чтобы обоюдно было и вам, и магазинам, до того момента, пока они там будут существовать. В чем суть и дело, мы решили разобраться, так сказать, по горячим следам. Да, действительно, жильцам дома не позавидуешь. Это старая застройка, расположенная в центре города, небольшой дворик, и, конечно же, машины, которые приезжают на разгрузку товара в магазин «Репка», и водители, которые не заглушают двигатели, не вписываются в спокойную жизнь жильцов, как и складские помещения, и постоянный грохот тележек, разбитое асфальтирование, поцарапанные автомобили, снесенные ограждения. Все это есть. А еще молодые мамочки опасаются за жизнь своих ребятишек. Просьба одна. Пожалуйста, запретите заезжать в жилой двор. Здесь куча детей, здесь куча машин. Невозможно выехать, здесь куча ям, только вот отремонтировали дырку, в которую просто колеса застревали. Вот выезжаешь со двора, была дырка. Написали заявку, сделали. Угол снесли дома? Хорошо. Кто за это отвечает? Платят жильцы за то, что должны отремонтировать дом? В общем, для начала, они не видят грузовик, так сказать, что дети бегут. Они не видят разгрузку машин оттуда, откуда положено по положению. Есть положение, и вот будьте любезны, администрация магазина или также администрация плод овощторга, организуйте работу для своих работников, приличную, нормальную, и так, чтобы не мешать жителям этого двора, чтобы администрация магазина и ее работники не ходили и не говорили, вы почему здесь приезжаете и ставите свои машины. Мы здесь живем. Почему я должна выслушивать маты от водителей и транспортных средств, которые вообще с Миткевича должны разгружаться? Ситуация эта взята на контроль руководителем города. Впрочем, как и все остальные, 26 обращений. Ведь после поручения председателя сотрудники отдела по обращениям граждан проводят проверку, ищут пути разрешения ситуации и дают официальные ответы. Есть пожелание даже обращения руководителя города к брещанам. Давайте вот эту совместную работу по наведению порядка, тем более в рамках объявленного месячника, совместно делать. Одно дело, когда это коммунальная служба, другое дело, когда эти территории прилегают к большинству предприятий города, как государственной, так и частной формы собственности, которые не должны оставаться в стороне, а максимально прилагать усилия для того, чтобы совместно наводить красоту в городе. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». В продолжении темы. Звание самого благоустроенного областного центра Беларуси для Бреста – это не повод сложить руки, а как раз наоборот. Высокая планка, на которую необходимо равняться, и большая ответственность, прежде всего, перед его жителями. Жить в современных комфортных условиях, в благоустроенных домах и ухоженных придомовых территориях – это желание каждого человека. Капитальный ремонт – неотъемлемая часть этого. Работы в данном направлении в этом году пройдут по 36 адресам Бреста. Всего планируется модернизировать свыше 140 тысяч квадратных метров. И это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Тогда работы велись в 24 домах. О планах в следующем материале программы. Это дом по адресу МОПРО-8. Сюда строители пришли еще в марте, а сейчас наводят последние штрихи перед сдачей. В этом месяце работы по капитальному ремонту на этом объекте подходят к концу. Проектом предусмотрен капитальный ремонт кровли, замена оконных дверных блоков в местах общего пользования, ремонт стыков стеновых панелей, замена всех инженерных сетей по подвалу, также благоустройство прилегающей территории от мостка. На данный момент ежедневно здесь около 25-30 человек. Значит, работа организована и в выходные дни, чтобы успеть в сроки. По погоде некоторые люди даже с 8 утра приходят работать по кровле, пока нет уже в вечернее время. Есть традиционные работы, которые чаще всего выполняют в домах при капитальном ремонте. Это модернизация кровли и отмостков, стыков стеновых панелей, подвальных помещений, замена инженерных коммуникаций, сетей отопления, водопровода. Но все же у каждого из объектов может быть и своя специфика. Это общежитие по адресу Молодогвардейская, 5. Здесь помимо стандартных ремонтных работ были отремонтированы кухни, постирочные, душевые, санузлы. Утеплили фасад. С чем столкнулись? Прохудившиеся трубы, изношенная система полностью, отопление водопровода, разрывы в проводке. Все эти проблемы, они много где встречаются. Средняя численность работников на объекте в районе 100 человек была ежемесячно. То есть тут сложность была в том, что мы не могли в полном объеме зайти во все помещения сразу. Нам отдавали объем работ частями, то есть чтобы люди пользовались инженерными сетями, местами общего пользования, и поэтому проводились работы поэтапно. Всего в общежитии проживает порядка 440 человек. В целом они отнеслись к работам лояльно. Мы обращались неоднократно с этой просьбой, чтобы нас поставили на очередь для капремонта, потому что уже здесь был ряд вопросов, которые были необходимы, особенно в частности электропроводки, канализации, сантехники, которые требовались замены, так как это здание 78-го года. Ну, уже была необходимость произвести капитальный ремонт. Мы вот в сентябре 2022 года приступили к этим работам. В мае мы завершили их. Всего в этом году планируется отремонтировать порядка 36 домов. Финансирование смешанное. Городской бюджет и отчисление нанимателей квартир в фонд капитального ремонта. Общая сумма составляет 24,5 миллиона рублей. Из них 15 миллионов – городской бюджет. На сегодняшний день, значит, введено 5 объектов, 18 жилых домов находятся в стадии строительно-монтажных работ. Ну и, значит, в июне месяце еще 5 объектов приступят к работам. 6 объектов находятся в госстроэкспертизе на рассмотрении, значит, проектной документации. Ремонтные работы продолжаются по графику. Говорим об актуальном в программе «Итоги недели». Во второе воскресенье июня большая армия работников легкой промышленности отмечает свой профессиональный праздник. А потому и для этого руководители ведущего предприятия легкой промышленности первого региона открытого акционерного общества «Бреский чулочный комбинат» подготовили для представителей средств массовой информации интересный экскурс по производственным площадкам предприятия, раскрыв секреты мастерства и поделившись планами на будущее. Открытое акционерное общество «Бреский чулочный комбинат» является одним из старейших предприятий легкой промышленности Беларуси. Но старейший не значит старый, говорят менеджеры. На Востоке старейший – это мудрый, опытный, знающий. И вся работа «Бреского чулочного комбината» подтверждает эти слова. За свои 55 лет предприятие успешно сохраняет многолетние традиции производства и внедряет новое. А потому их продукция – современные модели чулочно-носочных изделий. Интересные сочетания нитей и рисунков модной расцветки популярны и востребованы у покупателей. Неудивительно, на «Бреской чулочке» выпускают более 200 моделей различного фасона, расцветок и фактуры носков, колготок, чулок и леггинсов, а сегодня и нижнего белья. Нынешний период в жизни компании продолжается уже почти 10 лет. И он связан с тем, что почти 10 лет назад мы стали частью большой группы компании «Конто». И вот в сотрудничестве, в коллаборации с еще одним гигантом легкой промышленности Беларуси мы продолжаем существовать, работать и вполне себе оптимистично смотрим в будущее. Сегодня «Бреский чулочный комбинат» – это более тысячи сотрудников, более 20 миллионов пар носков в год, около 1 миллиона трикотажных изделий. Из всего объема выпускаемой продукции половина реализуется на внешних рынках, основной которой, как и для большинства белорусских производителей, это рынок Российской Федерации. Но мы осуществляем поставки еще в десяток стран. Основными из этих стран являются страны бывшего Советского Союза, но есть и страны так называемой «дальней дуги». Но основными рынками для нас являются Беларусь и Российская Федерация. Чтобы привлечь покупателя, а именно для него работает предприятие, «Бреский чулочный комбинат» стремится к индивидуальности. Антиковидные, противокризисные, денежные, мультипликационные, тематические и подарочные варианты – в тубусах, шкатулках и салфетницах. А носки в банках всего за пару лет попали в топ-лист сувениров из Беларуси. Только в год консервированных пар носков продали более 100 тысяч. В Беларуси мы представлены более чем на трех тысячах полок. Мы присутствуем в большом количестве магазинов, и среди этих трех тысяч у нас 100 собственных розничных магазинов. Мы, как и все, хотим продавать и зарабатывать много. Для этого мы должны производить продукт, который будет интересен. И в нашем бизнесе качество, дизайн – это основа наших продаж. Один из отделов, где творят чудеса – отдел художников. Анастасия Хлуз влилась в творческий коллектив три года назад, и на ее взгляд, процесс производства чулочно-носочных изделий начинается именно здесь. Дизайнеры готовят макет будущего изделия. Когда виртуальные лекалы готовы, они переносятся на современные вязальные машины. Все зависит от изначальной концепции, то есть бывают более объемные какие-то задачи. Допустим, если взять «Союзмультфильм», тут все сложнее намного, потому что нужно с правообладателем согласовывать на каждом этапе. То есть изначально они мне дают материалы, я их перерабатываю в скетчи. Далее я отправляю правообладателям, они что-то там согласовывают, какие-то корректировки вносятся. Когда уже подтвержден этот этап, далее уже идет к отвязыванию непосредственно в материале. Потом, получается, мы у себя выбираем то, что нам нравится, затем уже идут фотографии, и я отправляю опять правообладателю. Если все окей, то, соответственно, мы уже начинаем процесс запуска. Девять лет назад на предприятии «Брестский чулочный комбинат» произошла глобальная модернизация. Заменили машины советского образца на современные. Среди последних приобретений новенькие станки, формовочная машина и упаковочные роботы. На 500 компьютизированных аппаратах задействовано минимальное количество специалистов. При этом в смену выпускается более 70 тысяч носков и колготок. 50% готовой продукции экспортируют в Россию, Казахстан. Спрос объясняют не только оригинальностью продукта, но и его качеством. К качеству особое внимание. Погрешность машины не исключена, но брака здесь не допускают. Каждая единица проходит дополнительный контроль. С 22 года контролер Татьяна Перевенцева следит за тем, чтобы каждое изделие соответствовало требованиям. Чем чаще ты пройдешь, проверишь товар, тем лучше. Здесь нельзя угадать. Очень много факторов влияет на качество товара. Климат в цеху, сырье, непосредственно само оборудование. Мы все меняемся. Соответственно, и товар меняется, и оборудование. Раньше было механическое, теперь компьютеризированное все. Зона обслуживания была намного меньше. Когда-то я обслуживала 10 машин, теперь я обслуживаю 38. На встрече с журналистами директор Брестского чулочного комбината Сергей Живнирович поделился, какими новинками предприятие порадует своих покупателей в новом сезоне. Мы производим носки десятки лет и планируем этим заниматься еще десятки лет. И носок в том виде, который мы знаем, существует порядка 250 лет. Сначала его делали руками на спицах, потом на машинах ручного вязания. Теперь этим занимаются станки с цифровым программным управлением. Меняются технологии, но сам по себе носок остается носком. И состав этого носка тоже не претерпевает значительных изменений. Поэтому мы продолжаем выпускать носки, но мы хотим быть интересны покупателю, и поэтому мы стараемся держать руку на пульсе трендов цветовых, в рисунках, в дизайнах, в упаковке. И где-то мы стараемся забегать даже вперед интереса потребителей, поэтому экспериментируем с упаковкой. У нас есть задумки по новым видам упаковки носков. Я не буду об этом рассказывать, потому что это перестанет сюрпризом. Отдельно мы развиваем направление нательного трикотажа, трусы, майки, фуфайки, мужские и женские. Вот в этом направлении мы строим большие и долгие планы. И здесь мы хотим расширять нашу линейку, чувствуя интерес покупателей к тому продукту, который мы производим. В нерождение, в юбилее принято дарить подарки. И в этот раз подарок всем брещанам сделал коллектив Брестского чулочного комбината. Это открытие фирменного магазина «Брестский». Магазин распахнул свои двери в новом современном бизнес-центре IQ. К слову, это одиннадцатый по счету фирменный торговый объект в городе. На полках большой выбор не только носочно-чулочных изделий, но и трикотажного белья для мужчин и женщин. Вот этот бизнес-центр его открыли. Мы первые, которые заехали в этот магазин. Ассортимент наш – это чулочно-носочные изделия. Мы развиваемся и выпускаем трикотаж – мужскую линию, женскую линию. Плюс мы реализуем продукцию фирмы «Конте». Так как мы объединились, одна большая ферма. Это у нас представлено корсетное белье. Несмотря на то, что мы открылись не с утра, а к 12 часам, вы знаете, проходимость уже себя оправдывает. За первые часы работы магазин уже показал хорошую посещаемость. Многие из покупателей отмечают выгодное расположение объекта и узнаваемый надежный бренд. Мне нравится качество самопроизводства. Носение такое хорошее, носится так качественно, приятно дотелать. Часто хожу в магазины. Это и маечки, и носочки, и вот колготы. Качественный товар. С каждым годом бизнес-среда становится более конкурентной, но это не помеха для тех, кто делает свое дело с душой. Для тех, у кого поставлены цели и знает, к чему стремиться и каких высот достигать. Все это помогает Брестскому чулочному комбинату не терять авторитет на рынке и постоянно удивлять своих покупателей. 78 лет прошло с тех пор, как отгремели последние военные залпы. Были восстановлены населенные пункты, земля залечила раны и восстала из руин. Ужасы Великой Отечественной войны позади, только людская память ничего не забывает. Из-за действий фашистского режима и их пособников погибло не менее трех миллионов жителей Белоруссии. И сегодня прокуратура страны продолжает работу по расследованию фактов самого безжалостного преступления 20 века – геноцида. Одно из мест захоронений обнаружено вблизи агрогородка Черни Брестского района. Подробности в сюжете программы. Однажды ветерана вооруженных сил Николая Калишука пригласили на встречу со школьниками, где он рассказал, что может указать место расстрела людей фашистами во время Великой Отечественной войны. Директор школы связалась с прокуратурой. Тут же были приняты меры для того, чтобы опросить свидетеля. В Генеральной прокуратуре Республики Беларусь продолжается предварительное расследование по уголовному делу, по факту геноцида белорусского народа во времена Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками и их приспешниками. Следственной группой прокуратуры Республики Беларусь проводится значительная работа в данном направлении, изучается большой объем архивных материалов, проводится установление мест массового захоронения мирного населения, проводятся экспертные исследования в данном направлении, устанавливаются свидетели и потерпевшие от указанных событий, проводятся мероприятия по защите их прав и законных интересов, а также увековечению погибших. На государственном уровне, я думаю, это будет расследовано и дана объективная оценка геноциду белорусского народа в годы войны. Это необходимо, это нужно сделать для потомков. Мы уже старые, а потомкам это нужно, нашим детям, чтобы их воспитывать на этом примере. Прокуратурой Брестского района на данный момент опрошено порядка ста человек, которые стали свидетелями тех событий. Одна из них – Мария Антонюк. Свои 97 лет она не может забыть, как в годы войны, проходя мимо Брестского гетто, увидела страшную картину. Вел полицай, женщину. Она, наверное, убегала и с девочкой маленькой. Девочка была уже не живая. Она зацепилась волосами за проволоку эту. Она вот так дернула, она не заплакала ничего. Значит, не живая. Видела, что двое лежали. И все, больше не видела. То есть уже мертвые там лежали. Да. Тем временем прокурор Брестского района Василий Дишко вместе с Николаем Калишуком выехали на место предполагаемого расстрела мирных жителей. Николай Николаевич помнит, как еще в детстве он то и дело с друзьями натыкался в этом лесу на страшные находки. Я здесь рос. Мы маленькими ребятами здесь играли. Здесь находили и кости, и черепа. Мы просто не знали так это более-менее. А когда я уже вырос, стал офицером, то уже более осознанно я начал расспрашивать родителей, отца, мать. Они у меня 22-25 года рождения. Все это знали, жили рядышком. И они мне рассказали вот эту историю. В 1942 году по ночам на это место привозили людей, преимущественно еврейской национальности из Брестского гетто, и расстреливали. Речь может идти о десятках или даже сотнях невинно убитых. Можно заметить, что вот это все делалось с очень большой долей цинизма и бесчеловечности, о чем свидетельствуют факты, то, что люди перед расстрелами раздевались с целью отыскания в их одеждах денег и драгоценностей. Такие преступления не имеют срока давности, поэтому поиски, причастных к геноциду на территории нашей страны, будут продолжены. Новые факты, свидетельские показания и документы – все, что удается найти в ходе расследования, не просто доказательства, собранные для потомков, но и серьезное препятствие для тех, кто хочет обелить, оправдать и реабилитировать фашизм в наши дни. Совсем скоро мы станем свидетелями раскрытия очередной трагической страницы истории Великой Отечественной войны. Место установлено, свидетели опрошены, данные направлены для внесения в график поисковых работ. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук-ТВ. Любите ли вы сказки о современной интерпретации? Видеосервис ВОКа выпустил свой первый оригинальный мультсериал «Марыля о пошуках Дивникову». Фантастическая приключенческая история о мальчике и девочке в волшебном мире, снята по мотивам белорусской народной сказки «Не сила, а смелость». А авторами мультфильма стали брещани «Облако-студио». Твоя фантазия и выбрыки старой подмальщицы оживили Дивникову. Какие были забыты я. Добрый вечерочек. Главная героиня мультфильма живет в столице нашей Родины. У «Марыли» очень богатая фантазия, правда, девочку никто не замечает, кроме ее друга Олеси. Неизаурядными способностями девочки решила воспользоваться ведьма, которая хочет выпустить мир мифических существ. «Марыля» и «Олесь» отправляются в увлекательное путешествие, куда вместе с собой зовут и зрителей. Мультфильм – это синтез народной сказки и увлекательного фольклорного мира белорусской культуры. Над ним работали на протяжении 7 месяцев. Это был тендер от платформы «Вока», где участвовали все ведущие студии анимационные нашей страны. Мы выиграли этот тендер. Была цель сделать мультсериал по книге «Не смелость, а сила». Были такие указания ТЗ от непосредственно заказчика. Мы эту книгу переработали, переработали полностью историю, добавили сюда историю про белорусскую мифологию, что и, в принципе, зацепило конкурсную комиссию. И непосредственно про белорусскую мифологию получился вот наш мультсериал. Подсчитано, что на всех стадиях реализации проекта, начиная от сюжета и заканчивая озвучкой, трудились порядка 40 человек. При этом команда межнациональная. Есть определенные запросы и стандарты у зрителя, из-за того, что он... То есть в детстве всех пытаются... Все сегодняшние производители детского контента, они пытаются сделать все это максимально ярко, пестро, красочно. И при этом с такими вот большими глазами, с яркими улыбками, для того, чтобы юный зритель сразу мог не только полюбить персонажа, он сразу мог перенимать его эмоции к себе. Проект сделан в покадровой анимации, когда каждый кадр произведения отрисовывается вручную. И это тот случай, когда количество деталей в сцене, движение персонажей может напрямую повлиять на скорость производительности процесса. Данный факт повлиял и на дальнейшую стилизацию и трансформацию внешнего вида персонажей. Вот это наша Морыля. Вот это были первые наши наработки. Потом с дизайнерами, художниками по персонажам и художественными руководителями мы начали ее развивать под нашу уже изменившуюся историю и по итогу пришли к вот такому варианту. Динамика представаний и картинки также подстроена под современное восприятие юного зрителя. Чтобы создать стилистику, чтобы получилось то, что получилось, мы совместили то, что хочет зритель, то, как воспринимает зритель белорусскую мифологию именно на каком-то интуитивно-подсознательном уровне. И при этом так, чтобы это смотрелось и интересно в приключенческом абсолютно жанре, в котором была бы просто эмпатия к, получается, к видеоуряду. При этом, как отмечают авторы, возможность создания мультфильма в чем-то это отсылка из своих детских воспоминаний, когда с интересом смотрели мультфильмы. В детстве я очень любил мультики от Дисней студии, вот, там Король Лев, Симба и тому подобное. И всегда нравилась живость движения, всегда нравилась... В таких мультиках есть душа. То есть, допустим, там в 3D каком-нибудь технике, это... ну не знаю, во всяком случае я не чувствую там какой-то отдушины, отдушины, а вот конкретно мультипликации, особенно когда ты уже знаешь, как это делается, ты понимаешь, сколько труда было туда вложено, сколько времени было вложено людьми и, грубо говоря, сколько жизни отдали на производство такого вот контента. И мы, наверное, это было самое главное наше, мое, скорее даже так, требование, чтобы у нас такая же была живая картинка. При этом опыт в анимации у студии большой. Они готовили коммерческие проекты, мультсериал для МЧС и другие. Мы пришли поэтапно, как, я думаю, большинство студий. Сначала делали какие-то небольшие эксплейнеры, это объясняющее видео в виде анимации о том, как работает бизнес, как устроены какие-то продукты. Выиграли тендер у МЧС на производство проекта «Волшебная книга», сделали 4 мультфильма. Потом в следующем году делали мультфильм «Спецотряд 112», тоже был тендер от МЧС. Сделали 5 мультфильмов в позапрошлом году. В прошлом году для ВКонтакте мы сделали 4 проекта, 3 из них анимационные, они еще пока что не вышли. Но это тоже большие и крупные были проекты. Для нашей студии тоже это был вызов, потому что мы сделали за год 140 минут анимации. То есть для относительно небольшой студии это огромный объем. На сегодняшний момент «Марыка» — это небольшая запятая, которая подытоживает какой-то небольшой путь, который мы проделали и изучили процесс анимации, какой-то анимационный творческий процесс. «Марыка» — это такая некая запятая, которая с одной стороны где-то подвела какие-то для нас итоги именно с точки зрения производства, но с другой — финализировала и давала четкое понимание того, куда нам дальше двигаться, как нам дальше выстраивать работу, то есть как нам расширяться, то есть как это делать еще более интересно, более масштабно». Монсериал можно посмотреть на двух языках — белорусском и русском. На сервисе «Воку» представлены 4 серии. Студия продолжает развивать свое анимационное направление, но пока держит их в секрете. Так что стоит ожидать новых премьер. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Но мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал «Бук ТВ». Подведем итоги ровно через неделю. Я, Анастасия Милишкевич, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин